Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Превосходительство, дорогие отцы, братья и сестры, участники 25-х международных рождественских образовательных чтений, сердечно приветствую всех вас, от души поздравляю с первым юбилеем чтений. Начало чтений приходится на день памяти святой мученицы Татьяны Римской, покровительницы студентов, в связи с чем особо поздравляю нашу учащуюся молодежь, преподавателей, руководителей вузов, желаю всем вам помощи Божией в ваших трудах. 25 лет проведения чтений – срок серьезный, и это побуждает нас подвести некие итоги работы за минувшую четверть века, осмыслить имеющиеся проблемы, обозначить планы и перспективы на будущее. Обо всем этом, думаю, расскажет нам в своем выступлении преосвященный митрополит Меркурий, председатель Совета Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации. Рождественские чтения, ставшие за эти годы крупнейшим церковно-общественным и церковно-государственным мероприятием, посвящены на сей раз обсуждению темы, связанной с важной исторической датой. В этом году исполняется 100 лет событиям, имевшим начало в 1917 году. Мы не ставим перед собой цель подвести некую черту под этим периодом и дать окончательную интерпретацию тому, что и произошло в минувшее столетие. Но мы обязаны открыто говорить о том, что послужило причиной тех или иных событий и какими последствиями они обернулись для народов исторической Руси. Именно поэтому тема чтения не итоги, а уроки столетия. Важно отметить, что по-прежнему остается актуальной необходимость объективных исследований истории нашего Отечества с 1917 по 2017 годы. Системная взвешенная оценка причин и последствий происходящих событий необходима. Суждение как об известных деятелях этого периода, так и о людях, вовлеченных в те или иные события по разные стороны баррикад, должно основываться на всестороннем и честном осмыслении их действия. И нравственное осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами, не должно сужать взгляда на события тех лет и исключать возможность объективно оценивать их. Тем более, ни в коем случае не следует преуменьшать признание подвигов миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо Родины и своего народа в те непростые годы. Святая Церковь учит, что Бог действует в истории непрестанно, направляя человечество к конечной цели бытия, к спасению. Говоря языком богословия, это называется промыслом Творца о своем творении. Преподобный Иоанн Дамаскин так описывает действия промысла Божия. Цитирую. Промышление есть Божие попечение о существующем. Другими словами, промышление есть воля Божия, которой все существующее надлежащим образом управляется. Так как промышление есть воля Божия, то совершенно необходимо, чтобы все происходящее по промышлению было, несомненно, самым прекрасным и самым достойным божества, таким, что не могло бы быть лучше. Вникая в эти слова, невольно задумываешься и задаешься вопросом, а как же быть с войнами, революциями, геноцидами, катаклизмами, когда гибли тысячи людей, когда в небыдье уходили целые города и даже цивилизации, как быть со многими другими трагическими событиями, которые происходили и происходят в человеческой истории. Неужели в этом также является промысл Божий? Неужели и здесь действует всеблагая и всесовершенная воля Создателя мира? Святитель Иоанн Златоуст таким образом разрешает это недоумение. Все управляется промыслом Божиим. Но одно бывает по допущению Бога, а другое совершается при Его содействии. И так что-то совершается при активном Божьем участии и помощи, а что-то лишь попускается Господом, как неизбежное следствие свободного выбора людей. Тема действия промысла Божия неразрезанно связана с таким сложным богословским вопросом, как свобода воли человека. Тот же Иоанн Златоуст в другом месте пишет, «Знай, что Бог все устрояет, о всем промышляет, что мы свободны, что Бог в одном содействует нам, друг друг другое только попускает, что Он не желает никого зла, что не по Его только воле все случается, но и по нашей воле. Особенно же всякое зло, всякое добро по нашей воле и вместе по Его содействию». И так в совершении зла присутствует человеческая воля, вопреки воле Божией. А в творении добра человеческая воля поспешествуется силой божественного промышления. Таким образом, можно сказать, что история – это действие воли Божией во взаимодействии с волей человеческой. Когда человек избирает добро и действует в соответствии с Божественным законом, Господь помогает ему на этом пути. Если же выбор человека происходит в пользу зла, если человек отходит от Божественных словес, то Господь оставляет человека, предоставляет ему возможность жить и действовать в соответствии со своим выбором. Отступление же от Божественной истины всегда становилось для человека печальной причиной последующих несчастий, бед, испытаний. Это касается как личной жизни каждого, так и жизни человеческих обществ и народов. Бог, который есть любовь и источник всякого блага, не может принимать участие в злых делах, ибо праведен Господь, и нет неправды в нем. Так говорит нам 91-й Псалом. Это суждение справедливо не только в отношении каждого конкретного человека, но, как уже было сказано, и в отношении народов, поскольку Творец проявляет заботу как о каждом из нас, так и о целых нациях. Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех, говорит нам книга «Премудрости Соломона». Вместе с тем промысл Создателя силен исправить и обратить во благо даже человеческие грехи и заблуждения. И ярким примером сему является минувшее столетие. Вопреки отступлению многих людей от веры, утрате духовных устоев, потере христианских нравственных ориентиров, история XX века знает многие примеры жертвенного служения Христу. А рубеж XX и XXI столетия стал временем нового обращения людей к Богу, временем духовного возрождения и преображения нашего народа. Минутшее столетие было омрачено революциями-смутами, приведшими к захвату власти радикальными политическими силами, братоубийственной и гражданской войной, социальным и политическим разобщением народа, репрессиями в отношении отдельных лиц, социальных групп, сословий и народов, что привело к страданию людей и к многочисленным жертвам. Что послужило причиной происшедших в нашей стране великих потрясений? Конечно, было бы наивно считать, что обе революции 1917 года и февральское, октябрьское, произошли как бы на пустом месте и совершенно спонтанно. Как наивно было бы думать, что именно с 1917 года начались все беды века 20-го. Разумеется, причины указанных событий кроются в более глубоких исторических пластах. Ученые сейчас рассказывали бы о накопившихся за предыдущие столетия противоречиях, о росте социального напряжения, о расслоении общества, о социальном неравенстве, об экономических и внешнеполитических предпосылках. Но у всякого значительного явления в истории всегда есть две причины – внешняя и внутренняя. Первая устанавливается путем научной работы. Ученые собирают факты, разбирают причинно-следственные связи между ними и выводят закономерности. Внутренняя же причина лежит в области духовной жизни. События 1917 года и последовавшие за ними драматические деяния имеют глубокие духовные причины. Коренной слом традиционного уклада жизни я сейчас говорю, конечно, не о типе хозяйствования или политической модели, а о духовно-культурном самосознании народа. Такой слом стал возможен только потому, что из повседневной жизни людей и в первую очередь из жизни людей, принадлежавших к элите, ушло нечто очень важное. Несмотря на внешнее благополучие и благолепие, научные и культурные достижения в жизни людей все меньше места оставалось для живой, искренней веры в Бога и понимания важности, жизненной важности, сохранения ценностей, принадлежащих духовной и нравственной традиции. Почему мы называем произошедшее в XX веке событие трагедией для нашего народа? Мы говорим о нападках и репрессиях, которым подровергались верующие, в тех странах, где к власти пришли атеистические режимы, о гонениях на русскую церковь, о разрушении храмов, оглумлении над святынями, над религиозными чувствами и убеждениями людей, об убийстве множества верующих и заключении их на длительные сроки в тюрьмы и контрационные лагеря. И, конечно, не только о страдании верующих людей, но и о большом количестве людей, невинно пострадавших, вне зависимости от их религиозных взглядов и вообще вне зависимости от их отношений к религии и вне зависимости от национальности. В то время власть грубо попыталась вытравить веру в жизни народа. Но насилие не живет одно и не способно жить одно. Оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая глубокая природная связь, как говорил Александр Исаевич Сложеницын в своей Нобелевской лекции. Главная трагедия народа заключалась в том, что, одурманенный сомнительными популистскими идеями, он позволил оболгать национальную историческую память, надругаться над своей традицией, веками создававшиеся усилиями предков, позволил разделить себя на враждующие лагеря и поставить политические и социальные различия выше национального единства и культурной общности. Оглядываясь сегодня на события тех лет, когда за исповедание веры в Бога можно было поплатиться собственной жизнью, мы можем с уверенностью сказать, что Господь по великой своей милости даже самые чудовищные преступления обратил ко благу. Подвиг новомучеников, исповедников Церкви Русской, кровью засветительствующей верность Христу и божественной правде, стал той духовной основой, благодаря которой возродилась вера в наших странах. Юбилейный архиерейский собор, состоявшийся в августе 2000 года, принял решение прославить для общецерковного почитания в лике святых новомучеников-исповедников более 1200 угодников. На сегодня в соборе новомучеников-исповедников Церкви Русской включены имена более 1760 пострадавших за православную веру. Но важно не столько вписать имена подвижников в святцы, сколько научиться чтить их память, изучать их наследие, воспитывать подрастающее поколение в уважении к их подвигу. Мы возводим храмы, посвященные святым XX века, и вскоре состоится освящение еще одного из них, значимого не только для Москвы, но и для всей Русской Православной Церкви, храма Воскресения Христова в память о новомучениках-исповедниках Церкви Русской на Крови, что на Лубянке. Революционные испытания стали моментом истины для многих, но особенно для тех, кто некогда посвятил себя Богу. Кто-то отпал, не выдержав натиска гонений, но многие в этом горниле искушений обрели ту полноту веры и готовность идти ради Христа на смерть, какой раньше не имели. Несмотря на тягостное ожидание закрытия храмов, монастырей, выселения братья и сестер, внутри самой Церкви жила непоколебимая вера в то, что эти гонения временное испытание, которое пройдет, и через него Церковь станет крепче, сильнее и здоровее. Промыслительно, что Церковь пошла в период гонений, будучи укрепленной молитвой Поместного Собора 1917-18 годов, одним из важных деяний которого стало восстановление патриаршества и избрание святителя Тихона на московский патриарший престол. Избрание святителя Тихона патриархом определило для него исповеднический венец, а Церкви в тяжелую годину испытаний дало мудрого пастыря, готового в нужный момент проявлять твердость, решительность и принципиальность в отстанивании церковной правды. Личность нового патриарха не у всех находила понимание. Кто-то считал его чрезмерно либеральным, кто-то, наоборот, упрекал святителя в консерватизме и отсутствии гибкости. Но святейший Тихон не пытался кому-либо угодить. Он твердо свидетельствовал истину Божию, уверен, что в том числе и его усердными молитвами пред престолом Божиим наша Церковь и народ смогли себя сохранить. Гонения на верующих и репрессии против значительной части народа также привели к исходу или изгнанию многих людей за пределы России. Многие сыны и дочери нашего Отечества были вынуждены покинуть родные места и осесть на чужбине. По изволению Божию в условиях вынужденной миграции православные соотечественники не только сохранили свою веру и духовную традицию, но и познакомили с ними иностранцев, приведя многих в лоно православной Церкви. Русское рассеяние стало средой, породившей выдающихся богословов, философов, приобщивших зарубежную общественность к трудам, имевшим действительно совершенно особое значение и игравшими особую роль в истории русской философской мысли. Символической вехой в истории нашей Церкви стало обретение в 2007 году канонического единства русской православной Церкви в Отечестве с русской православной Церковью за границей. Особым временем в истории Церкви Отечества стали годы Великой Отечественной войны. Принесенные войной страдания вернули людей хоть и не в полной мере, но к осознанию важности духовных основ жизни. Противостояние общему врагу способствовало объединению людей недавно разделенных брадоубийственной бранью. Немалый вклад в победу над иноземными захватчиками внесла и наша Церковь. Многие миллионы рублей были собраны Церковью для создания танковой колонны и авиационных подразделений, для обеспечения тыла и помощи раненым. Эти большие деньги для того времени собирались не от богатства, от самого что ни на есть скромного образа жизни, а порой в условиях недоедания и ограничений себя в самом необходимом. Отдавали государству свои средства православные люди, государству, представители которого еще не так давно расстреливали священников и взрывали храмы. Факт этой помощи верный показатель того, что сила Духа выковывалась не только на линии фронта, но и в молитвенной тишине некогда поруганных храмов, трудами и подвигами простых людей, несмотря ни на что сохранивших верность Кресту. Переживаемые народом испытания привели к возвращению памяти поколений и в конечном итоге к укреплению страны, разоренной в предвоенные годы. Появляется интерес к жизни и деяниям таких исторических личностей, как святые и благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской, Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, дьякон Иван Федоров и другие, что выразилось в частности в создании кинофильмов, издании литературных произведений и написании художественных полотен. В военный и послевоенный период было положено начало возрождения церковной жизни, выразившемуся в том числе в открытии храмов и монастырей и в избрании в 1943 году патриарха Сергия. Это фактически стало вторым восстановлением патриаршества за одно столетие, а деятельность святейшего Сергия несомненно имела для нашей церкви в 20 веке не меньшее значение, чем исповеднический подвиг святителя Тихона. Впрочем, атеистическое давление на церковь было ослаблено, но не преодолено. И со временем власть начала возвращаться к идеологической войне с православной церковью. Во многом это объяснялось тем, что в СССР религия оказалась прямым конкурентом идеологии. И Хрущевский период обернулся для церкви новой волной гонений. В 1950-е годы выходит ряд постановлений, в соответствии с которыми надлежало усилить антирелигиозную пропаганду. В СМИ вновь начали публиковаться антицерковные, откровенно богохульные статьи и карикатуры, в которых висмеивались, оскорблялись святыни, христианская вера и священнослужители. Атеистически настроенный правящий слой был убежден в том, что церковь отомрет, как пережиток прошлого. А для того, чтобы этот процесс ускорить, власти усиливали давление на церковь. Когда началась подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси, у русской церкви не было ни одной действующей монашеской обители в Москве, а количество храмов чуть превышало 6 тысяч на весь огромный Советский Союз. Тогда в преддверии торжеств государство вернуло церкви Данилов монастырь в Москве, где в советские годы находилась детская колония и разрешила провести праздничные мероприятия на территории обители, оговорившись при этом, что это должно быть исключительно внутрицерковным празднованием, без всякого общественного резонанса. Но вышло все совсем иначе, как никто даже не предполагал. Для власти стал очевиден огромный интерес людей к жизни церкви, а потому именно юбилейный 1988 год и стал началом принципиального изменения отношения власти к церкви и признания ею ошибочности проводимой политики в отношении религии. Для многих то, что произошло в год празднования тысячелетия оставалось непонятным. После 70 лет гонений, физического уничтожения епископата, священников и мирян, пропаганды безбожия, атеистического воспитания в школах и вузах оказалось возможным религиозное возрождение народа. Но, что самое главное, это возрождение обнаружило тот очевидный факт, что религиозность никогда и не исчезала из жизни нашего народа. Для многих это было удивлением, а православные люди восприняли это как чудо Божие, как зримое исполнение обетования спасителя о том, что его церковь даже врата ада не одолеют. Но как же так случилось, что, живя все эти десятилетия под воздействием атеистической идеологии, которая как раз и была призвана воспитать человека материалистов, вытравить из него и намек на проявление религиозного чувства, наш народ все же сохранил подспудно, в глубоких тайниках своей души, стремление к истинному свету и источнику жизни. Конечно, при божественном содействии, но было еще нечто. Дело в том, что внешние изменения, идеологические установки не разрушили нравственного чувства народа, которое было сформировано христианскими ценностями и принципами. Более того, даже атеистическая идеология, порывая с Богом и с религией, не посмела разорвать связи с нравственной традицией народа и пойти против нравственных идеалов народной жизни. Утверждение атеистического материализма в 20 веке парадоксальным образом привело к формированию системы квазирелигиозных воззрений, сакрализирующих новые понятия, порождающих своих собственных кумиров и своей святыни. Но вот прики этому христианские ценности сохранились как в свидетельстве верных чад русской православной церкви, так и в лучших проявлениях культуры, включая целый ряд созданных в советское время произведений литературы, изобразительного искусства, музыки и кинематографа. Это сформированное христианством нравственное чувство и тяга к Богу прорывались самым удивительным образом вопреки цензуре. Иллюстрациями примеров жертвенности, способности положить жизнь свою за други стали фильмы и книги о войне, перекликавшиеся с подвигом новомучеников, такие как судьба человека Михаила Шолохова, темы высоких моральных принципов и темы разрыва традиции поднимались в стихах Николая Заболоцкого и Александра Твардовского, в таких произведениях, как «Уроки французского» и «Прощание с матерой» Валентина Распутина, темы минувших потрясений века нашли отражение в Белой гвардии Михаила Булгакова и докторе Живаго Бориса Пастернака в «Красном колесе» Александра Сложеницына. Несмотря на последовательное отрицание христианства и других традиционных религий в советский период, в том или ином виде сохранилась связь этических ориентиров и образа жизни с богооткровенными нравственными идеалами, веками закреплявшимися в нашем народе. Важные свидетельства о Боге подспудно продолжали нести в том числе и светская школа через замечательные произведения русской классической литературы, а также через замечательные произведения музыки, изобразительного искусства народ наш прикасался к великой духовной нравственной своей традиции. Советский период был отмечен жертвенностью и подвигом многих людей и проявлением их лучших качеств подлинным служением своей Родине. Именно это в значительной мере сделало возможным и многие научные открытия, и технические достижения, подъем образования, развитие, всемирное распространение культуры нашего народа. В 90-е годы отношение к религиозным организациям государств, сформировавшихся после распада СССР, изменилось на законодательном уровне. Были устранены искусственные препятствия для духовного возрождения народа и церковной жизни, обращение ко Христу миллионов людей, открытие тысяч храмов и сотен монастырей, развитие богословского и религиозного образования. Но духовное состояние общества в целом оставалось по-прежнему сложным. В 90-е годы возник некий идейный хаос, за которым последовала ценностная дезориентация народа. Теперь пропагандировались нередко псевдогуманистические идеалы, связанные с моральным релятивизмом и принципами потребления. Духовный вакуум спешили заполнить многочисленные секты, религиозные движения, чья деятельность зачастую носила деструктивный общественно опасный характер. Те люди, которые во множестве устремились на просторы исторической Руси со своей псевдохристианской проповедью, думали, что здесь полный вакуум, но фактически этого вакуума не было. Потому что нравственное чувство возгретое христианской идеей, поддержанное христианской культурой, сохранялось в сердцах наших людей. Но у церкви, ослабленной после тяжелых испытаний XX века, к сожалению, не хватало в то время ресурсов, чтобы явить свидетельство о Христе каждому человеку. Вслед за ослаблением и распадом государства возникли межнациональные конфликты, произошли разрывы экономических, культурных, общественных связей, крах экономики, обнищание населения, деградзадации образовательных, правовых, культурных институтов, катастрофическое снижение качества попечения здоровья населения, сокращение рождаемости. Постепенное в разных странах более или менее успешное устранение последствий этих отрицательных процессов началось в 2000-е годы. В этот же период в большинстве стран бывшего СССР участие Православной Церкви в общественной жизни стало более заметным, а ее внутренняя деятельность по-новому раскрылась и укрепилась в новых исторических условиях. Православная Церковь сохраняла и сохраняет консолидирующую роль в странах бывшего Советского Союза и встремиться в соответствии со словом Священного Писания иметь мир со всеми. С помощью доступных средств объединить общество, сохранить духовные и культурные и человеческие связи с целью устроения церковной и общественной жизни. Это значение Церкви особенно проявилось в миротворческой миссии в момент гражданского противостояния 1993 года, а также при вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве и в условиях междоусобного противостояния на Украине во втором десятилетии 21 века. Опыт потрясений 20 века показал необходимость осознания политическими общественными силами, их лидерами ответствия за последствия своих действий, какими благимыми намерениями они не были обоснованы. В основе любых преобразований должно лежать стремление к консолидации общества, а не к разобщению и розни по общественным, политическим или иным мотивам. Русская Православная Церковь является единственным социальным институтом, не терявшим преемственности на всем протяжении истории стран ее канонической ответственности. Деверинационные истории во всем многообразии эпох советской и постсоветской истории. Причина тому богочеловеческая природа Церкви соединение вечного с временным, видимого с невидимым, небесного и земного. В историческом бытие это являет особую миссию Церкви, помогает ей взглянуть на сиюминутные проблемы с той дистанции, которая определяет ее божественная и богочеловеческая природа, ее сопричастность вечности. Именно этот угол зрения и дает Церкви возможность служить примирению людей и сохранению мира. Милостью Божию, преодолев трагические испытания века XX, наша Церковь и Народ вошли в 21-е столетие обновленными и умудренными опытом. Мы призваны усвоить уроки минувшего века, ибо, как справедливо было сказано, без живого желания понять собственное прошлое у народа не может быть осмысленного пути в будущее. Это также цитата из интервью Александра Исаевича Сложеницына. И главный урок, который должен быть вынесен нами из опыта минувшего века, заключается в том, что нельзя строить жизнь человека и общества без Бога. Подобное общество это, по слову Священного Писания, дом, построенный на песке, падение которого падение великое. Обращая внимание на пагубность общественных разделений, вносящих смуту и раздор в умы и души людей, призывая всех к миру, согласию и братской любви, Церковь неустанно свидетельствует о важности сохранения национальной исторической памяти и исторической преемственности, о необходимости уважения духовной культуры народа, об исключительной значимости укрепления нравственных основ в жизни общества, которым мы прикасаемся через нашу духовную национальную традицию. но прежде всего мы последователи Господа Иисуса должны иметь живую искреннюю веру, вера, которая не ограничивается формальным исполнением обрядовых норм, но вера, которая является нормой нашей повседневной жизни, нашим повседневным исповеданием Христа Спасителя. Конечно, все в руках Божьих, но вместе с тем каждый из нас призван помнить о личной ответственности и одарованной ему свободе выбора, о значении каждой мысли, каждого поступка, которые могут как приблизить его к истинному благу, так и ввернуть в пропасть участия в тайне беззакония. Ибо по слову Спасителя из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, горстость, безумство, а все это именно то, что становится движущей силой не только наших личных греховных поступков, но и трагических исторических событий. Будем помнить о том, что народ делает народом не только общий язык и территория проживания. Народ становится народом, когда живет общими духовно-нравственными ценностями, культурными смыслами, сознает свою связь с прошлым и солидарно открыт к будущему. Такой народ будет по-настоящему жизнеспособным и сумеет избежать потрясений, подобных тем, что случилось с нами в минувшие сто лет. И сегодня, взирая на пережитые испытания, мы можем с уверенностью сказать, что они были попущены божественным промыслом, дабы мы могли с уверенностью сказать, что видели страшную бездну, в которой нет Христа. Но, по словам Ивана Ильина, восхотели Божьего, чтобы очиститься и возродиться и сткать ткань новой России. А какой будет эта Россия? Какими будут братские страны и народы, объединенные единой православной Церковью, зависит от нас самих. И дай Бог всем нам мудрости, терпения, твердости веры, духовной бодрости, чтобы достойно совершить труды, которые бы могли помочь нам построить мирную и справедливую жизнь. Благодарю вас за внимание и призываю на всех Божие благословения. АПЛОДИСМЕНТЫ